Будете ли вы выпивать на новый год? Ну будем, наверное. Выпивать? Я не пью, я спортсмен. Нет, мы не любим. Нет. Нет, не буду. Что будете пить? Не буду, говорю. А салат оливье чем запивать? Компотом. А каким компотом? Вкусным. Чего вы будете запивать оливье на новый год? Я думаю майонезом. Майонезом? Оливье? Шампанским, само собой, коньяком. Будете выпивать на новый год? Да. А что будет? Не знаю, что будет. Конечно. Что будете пить? Шампанское, естественно. Хорошего только, не советского. Какое берете? Асти-мартини. Полусладкое, московский комбинат шампанских вин. А почему именно шампанское на новый год все люди пьют? Наверное, традиция. Правда, я не знаю ее истоков. На Руси, наверное, принято, что вот новый год. И многие, наверное, считают так, что новый год без спиртного, но это вообще не праздник. А какие еще напитки алкогольные могут быть уместны в этот праздник? Они у каждого свои, в зависимости от пристрастий. Я решил, что я пью только красное вино. Почему? Ну вот, это оптимальный вариант вообще. Мне после него хорошо и утром хорошо. Немного шампанского. Вот. И мартини, в принципе. Ну, коктейли, наверное. Ну, они слабоалкогольные, в принципе. Хочется новый год справить. По-трезвым практически. Не выпиваю. Жизненная позиция. Я вообще не пью. Не, вот. Здорово. Да. А как относитесь к тому, что новый год все выпивают? Нормально. Кто что хочет. Скажите, а как вы думаете, почему без алкоголя Новый год не обходится? Мне приносит веселье, какие-то эмоции. Это выработался какой-то уже стереотип, что надо обязательно выпивать. Поэтому это все предрассудки какие-то. Это общество навязывает. Это все ерунда. Весело и так. Вот мне всегда весело, и без алкоголя. Что вы будете пить на Новый год? А, не знаю, еще компот будем пить. Сок, компот. Лимонад, цитро. Думаю, что да. Но шампанское, в принципе, это же традиция. Поэтому глоток шампанского нужно. В последнее время общественность пытается бороться вообще с людьми, которые выпивают. Точнее, даже не с ними, а с алкоголизмом, который может развиться на фоне постоянного злоупотребления. Вот вы как считаете, стоит ли возрождать в отрезвителя? Или в них вообще не было смысла раньше? Знаете, тут такой двоекий вопрос. Наверное, не стоит их возрождать. Потому что это, наверное, был не самый лучший момент той нашей жизни. Люди должны сами вообще включать голову и понимать, что должна быть мера. Хотя, очень сложно. Вот вы сказали неприятный момент. А почему? Какие минусы у них были? Ну, как правило, это было связано... Иногда это были какие-то передергивания со стороны органов внутренних дел. То есть человек, может быть, слегка нетрезвый, его могли забрать в отрезвитель. Обчистить? Ну, то есть... Подобрали, как это? Обогрели, подобрали. Обобрали, подогрели, да. Я за то, чтобы возродились в отрезвителе, да. Потому что человек, перебрав, может в мороз замерзнуть на улице. А так его подберут и вылечат. А действительно там лечили? Ну, не лечили, конечно. Просто не давали замерзнуть, а так лечить не лечили. Ты бы хотел очнуться в отрезвителе? Ну, вообще, как бы в текущем нет. В текущем состоянии нашей системы государственной и здравоохранения, наверное, нет. Это был бы, наверное, какой-то скорее карцер, обезьянник ментовской. Ну, вот, что-то похожее. Я бы не хотел там оказаться. Ну, хотя, наверное, какой-то есть эффект в этом профилактический, что ты оказываешься в аду, пенитенциарной системы. Можно сразу в тюрьму отправлять на денек, и человек такой, а, блин, не буду пить никогда. Но сомневаюсь, что это прям будет эффективно. Нужно воспитывать в людях, как бы, умеренность, соответственно, и понимание того, что есть определенная доза алкоголя, которую неплохо бы, как бы, соблюдать. Вот. Ну, пример Европы показывает, что там пьют больше, чем в России, на душу населения по объему, но при этом, как бы, не страдают от алкоголизма и от сопутствующих болезней. Вот. А у нас проводятся, не знаю, там, конкурсы, кто больше выпьет, где все участники едут либо в морг, либо в кому, в больницу. Вот. Поэтому, ну, надо этим заниматься. Мы живем в стране маразма, на мой взгляд. Поэтому, я не знаю, мне кажется, нет альтернативы никакой. Поэтому я и не верю, что что-то у нас могут сделать наши чиновники. Ну, что-то хорошее, вообще для людей, я имею в виду, а не для себя.